И для него тройный акт в 4-м полу особо так не прозвучало в его глазах. Но это все равно, как знаешь, сказать. Я прыгаю в 6-м на 6 метров. А скажите, а как вы разбегаетесь? Можно узнать, красиво ли? А где глаза у вас во время прыжка, да? Правильный ответ. Вы знаете, глаза не отвожу от золотой медали. СМЕХ Я думаю, что это будет какая-то современная обработка. На самом деле у него такое, довольно-таки очень чистенькое канадское катание, стиль канадский. Попытался исполнить тройную акцию. Я когда смотрю на катание Джои Расселу, не могу избавиться от ощущения, что вот я смотрю какую-то трансляцию в 80-м. Почему его так? Мне кажется, по стилю катания. Ну, стиль его, конечно, опять-таки, типично канадский стиль, где и техника определенно канадская присутствует. Тебе нравится? Ну, выглядит очень чистенький такой, чистый такой катание, именно вот по позициям, по линиям. Вот и прическа такая, нализанная. Небольшой шторм. Прыгнул двойной методик после длинного-длинного захода с покачиванием. Ну, и не отказался от прыжка. Интересно, как ему это зачтут? А значит, тут как вот двойной прыжок. Тот заход он уже не будет зачитывать? Нет, конечно. Какой правильный парень. Здесь. Балетный. 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 — Тоже, кстати, Дэвид Уилсон. — Да, да, Дэвид Уилсон, он штампует программы по всей Канаде и Америке. — То, что не делает Дэвид Уилсон, делает Лори Дико. — У них мода теперь на Дэвид Уилсона. — Да, кстати, к вопросу о моде на постановщиков. — Я так понимаю, что мода на Николая Морозова чуть-чуть подспала. — Или он просто перестал в таком дипом объеме работать? Раньше он прям вообще, сколько, ну, каждый второй был его года три назад, да? — Ну... — После Сэдзуки. — Да, он так много ставил программы один за другой. Теперь он национальный тренер сборной Японии и много времени проводит в Японии. В частности, сейчас он тоже находится в Японии и готовится. Там будет проходить чемпионат Японии скоро. Ну, есть такие моменты, когда становится... Хореограф становится модным, и все стремятся к нему любыми способами. — Да, надо, не надо. — Да. Ну, были, конечно, у Коли интересные программы, интересные находки. Как и у многих других известных хореографов. Бывают их прекрасные работы, бывают и неудачные работы. Ну, как бы говоря, сейчас конкретно от Дэвида Илссона, у него в основном все программы очень одинаковые. Его стиль уже виден и заметен уже в первых минут программы. — Ну, стиль-то вообще у любого хореографа, мне кажется, проглядывается почти сразу. — Да, да. — Вопрос. — Конечно, если делать 100 программ в сезон, то... Интересно, какой максимум? То тогда уже глаз замыливается, и фантазия уже не так работает. Вот он на последнем чемпионате Канады занял шестое место. Здесь, так как довольно-таки прилично откатался в короткой программе, обогнал своего соотечественника Тэна на 20 баллов, или сколько там, да, 20 баллов. И, видимо... Ну, не знаю, обгонит он Стивена Керрера, не факт. — Нет, не обгонит. — Он много наошибался. Керрер, кстати, чистенько катался. — Да, если такое произойдет, то я опять очень сильно буду путаться в нашем виде спорта. Надеюсь, такое не произойдет. — Ты не любишь путаться, по-моему, в своем мире спорте? — Не хотелось бы. Столько лет отдал этому спорту, и теперь... 168 баллов он набирает. Это на 20 баллов меньше, чем у Стивена Керрера. И он обыгрывает Кевина Вандерперена всего лишь... Акцентрwardина Янаханск. Акцентрwardен в этих спорту. Да, я рекомендую у нас... Мнеitudнее до конца серии.